Всем привет, друзья! 16 марта не стала Юлия Началовой. Знаете, это была одна из самых любимых мной певиц. И, конечно, то событие, которое произошло, я не мог оставить в покое. Мне нужно было обязательно залезть в астрологическую программу и понять, что же на самом деле произошло. И, знаете, я сделал мини-открытие, о котором расскажу вам чуть позже. Но мне хотелось бы поговорить немножко на другой вопрос. СМИ сейчас транслируют, ох, как жалко, что ушла такая прелестная, добрая девушка. И возникает вопрос, а действительно ли Юлия Началова была такой доброй, милой и хорошим человеком, как нам ее преподносит? И астрологические инструменты, астрологические многолетние знания позволяют мне это сделать. Сегодня я вам об этом расскажу. И первое, что мне бросилось в глаза, это конструкция с двумя секстилями, где на вершине Нептун в обители, в стрельце и соединение с Нептуном. Очень сложный язык, но вы сейчас все поймете. Это означает, что у человека очень чистая совесть. То есть, по сути, это действительно человек порядочный, добрый. Он поступает именно так, чтобы потом засыпать спокойно и не думать, что он сделал что-то плохое. Нептун в обители, понимаете, это прекрасное положение. Плюс два секстиля говорят о том, что да, чувак, у тебя могут быть по жизни какие-то ситуации, но у тебя всегда есть выход из них. И порой, принимая решение, ты знаешь, как поступить лучше, чтобы не обидеть другого, чтобы не задеть чьи-то чувства и не создать конфликтную ситуацию. Поэтому я не буду сейчас долго занудствовать, скажу просто, что это действительно был человек с чистой совестью. Однозначно, в карте это очень ярко выражено. Другой вопрос – ее публичная жизнь. Ну, бывает в жизни каждого из нас, что мы можем порой и мотюкнуться, и послать это вот мое любимое дело, и поконфликтовать с кем-то. Но у Юлии Началовой, по-моему, особо ничего такого не было. Если было, то напишите мне в комментариях. Ну да, какие-то разводы, какие-то ситуации, связанные с партнерами, с браками. Но, в принципе, это обычная история для публичного человека. Больше никаких скандалов она особо не участвовала. А это говорит о том, что у нее Венера в Козероге. Это даже не столько связано с тем, что она была вот таким хорошим человеком, что в СМИ об этом ничего не говорилось. Да, действительно, Венера в Козероге дает сдержанность в чувствах, некую хладнокровность и некий ориентир на будущее. То есть ты осознаешь, какие поступки в обществе ты должен совершать, чтобы получать правильный результат. Но вместе с этим это еще и сдерживающий фактор, который делает человека в обществе более скованным, сдержанным и не настолько естественным, каким бы он был в жизни. Поэтому публичная жизнь это та сфера жизни, которую она очень хорошо контролировала и знала, как себя нужно вести, чтобы не создавать эти лишние скандалы, грязь и всю эту мутину. Поэтому дело тут не столько в том, что она была вот таким хорошим человеком, поэтому мы с вами ничего не знаем, а дело именно в том, что человек контролировал эту тему своей жизни. Но, как я уже сказал, совесть у нее действительно была чиста. И можно сказать, что такие люди, они стараются помочь окружающим делам, словам, ресурсам. Тоже плюсик. Почему же произошла вся эта ситуация? Ситуация. Знаете, я приверженец того, что в нашей жизни случается все не просто так. И, как показывает теперь практика, это однозначно так. Ну, есть несколько версий, что мы отклоняемся от своей программы и в итоге, когда уже доводим до крайности нашу жизнь, случается тот фактор, который нас обнуляет. Ну, и другая точка зрения, это то, что мы в прошлом сделали что-то такое и теперь расплачиваемся за эти поступки. И, знаете, оба этих события между собой связаны. Что касательно Юлии Началовой. У нее имеется, ну, немножко в кармическую астрологию погрузимся, у нее имеется такой показатель, который называется Лилит Скорпионе. Это показатель человека, который в прошлой жизни, ну, как-то поспособствовал уходу другого человека. И поэтому в этой жизни одной из ее задач стояла жертвенность, пожертвовать собой ради кого-то. Ну, вообще пройти этот культ жертвенности, переродиться. И что, вы, наверное, скажете, что у всех, у кого Лилит в Скорпионе, проходят эти ситуации? Нет, отнюдь нет. У меня есть человек знакомый, которому больше 50 лет, у него Лилит в Скорпионе, и вот у него как раз таких ситуаций не было. Но тут стоит оговорить очень важные условия. Знак Скорпиона всегда связан с такими местами, где происходит переосмысление ценности жизни. И вот тот человек, которому больше 50 лет, он тоже должен пройти опыт жертвенности. Но он проходит тем, что работает в медицинской сфере в реанимации. Тем самым он каждый день спасает чьи-то жизни. Тем самым, получается, у человека прорабатывается Лилит в Скорпионе. Это одна из методик. Вот, Юлия Началова не связывала свою повседневную жизнь, свою деятельность с такими видами деятельности. Она была очень талантливой певицей, поэтому эта точка проиграла в своей жизни именно так. И я анализировал ее гороскоп на предмет того, ну а какие, собственно говоря, действия могли привести к таким последствиям. Очень часто смерть связывается с планетой Плутон. Ну, это в некоем роде трансформация, перерождение. Есть еще и другие показатели. И меня смутил некий факт. Я видел, что Венера, она находится в квадратуре к Плутону. Но что касательно психологической характеристики, как это проявляется в жизни, я понимал. Но мне стало интересно, ну а как же это могло повлечь с собой то, что получилось 16 марта? И я понял. Знаете, есть некая грань. Венера – это всегда образ красоты, это образ партнеров, тех избранников, которых мы выбираем, или избранниц. Поэтому Венера в квадратуре к Плутону может говорить о некой степени фанатизма в области красоты. Проанализировав ее интервью, я увидел одну интересную вещь. Когда ее спрашивали по поводу того, вы довольны своей внешностью, она сказала, ну, конечно, нет. При этом, на мой взгляд, ну она сумасшедшая красивая девушка. Сумасшедшая красивая. Сегодня это в контексте этого видеоролика звучит уместно. И когда случилась та нехорошая ситуация по поводу пластики груди, я думаю, что это был первый звонок по поводу того, что, Юлия, ты двигаешься не туда, и нужно было остановиться. И есть у меня предположение, что человек не остановился и продолжил делать какие-то пластические операции на своем теле. Чего не стоит делать, потому что кредит по этому, можно так сказать, уже был исчерпан на эту жизнь. И тебе нужно было прорабатывать те проблемы внутри себя, которые имелись. Поэтому вот такая череда событий, вот ты идешь, идешь, идешь не туда, и привела к финальной черте. Вот как проигрался этот аспект в ее жизни. Ну и безусловно, те обстоятельства, которые связаны с брачными партнерами, тоже послужили катализатором, послужили усилением этого аспекта. И что касательно транзитной ситуации, да, какие аспекты, какие показатели с точки зрения неба нам говорят о том, что это должно было случиться 16 марта. Но на самом деле, скажу вам честно, таких показателей нет, что вот именно вот этого числа, именно в это время произойдет такое событие, связанное с переходом вас в другую форму. Но я обнаружил одну очень интересную вещь, которая поменяет ваше мировосприятие, как и мое в том числе, и отношение к вопросам нашего последнего дня, финальной точки этой жизни. Дело в том, что мы относимся к этому как к чему-то очень прискорбному, ужасному, тому, что конечно в своем итоге. Но получается так, что это очень счастливое событие, положительное и далеко не конечное. Рассматривая транзит Юлии Началовой, там действительно был один показатель, который говорил о том, что у нее сейчас в это время должно произойти очень положительное и гармоничное обстоятельство, связанное с переходом на новый уровень, с расширением ее творчества, ее сознания. И поэтому то событие, которое произошло 16 марта, мы воспринимаем негативно, да, потому что мы привыкли жить в этой суете, не замечая некоторых вещей, каких-то подсказок. А тем самым в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего горького и плачевного. Мы с вами не совсем до конца понимаем, что это за момент, и что он означает, и что после него. И как показывает астрологическая карта, что это может быть весьма счастливым событием. Но почему, наверное, мы узнаем только уже перейдя в это состояние. Я говорю о том, что нет вот этой финальной точки, все, херадык, привет. Нет, о том, что жизнь продолжается дальше, и мы выходим на более новые уровни. И астрология об этом нам намекает, и мы должны своими умами понять, что это означает. Огромное количество артистов, которые уходят рано, оставляют след в истории, очень значимый след в истории. И порой, проживая долгую жизнь, мы не совершаем чего-то грандиозного, что запомнится. И жизнь проходит, а потом в конце вот эти все ужасные ситуации, связанные с пенсиями и прочее. И такой красивый уход, когда ты запоминаешься красивым, молодым, и у тебя есть еще творческое наследие, может быть и к лучшему в некоторых ситуациях. И каждый из вас ответит на этот вопрос лично для себя сам. Но то, что в ее карте отражена ситуация, когда происходит расширение ее творчества, выход ее личности, ее персоны и ее искусство на новый уровень, это однозначно. Поэтому Юлия Началова запомнится нам талантливой певицей.